В эфире программа «Слушайте доктора» И обещали о нём рассказать Вот пришло время Да, время пришло Но почему сразу только женщины? Потому что я почитала здесь, как обычно В три раза больше, чем у мужчин В нашем разговоре всегда мы пытаемся найти такой гендерный Я вообще удивляюсь Как так случается, что у женщин больше заболеваний Мужчины раньше умирают В этой ситуации женщинам действительно достается больше И вот почему Вы, наверное, помните Мы приглашали гостя в нашу студию И очень подробно разговаривали На тему постминопаузального остеопороза И как с этим быть Какую профилактику проводить Нужна ли заместительная гармональная терапия Какая она бывает Достаточно интересная была тогда дискуссия Но сегодня, наверное, мы в большей степени поговорим А почему всё-таки страдают чаще женщины И как это может проявляться И действительно, почему Я считаю, наверное, такой эпидемией По моему мнению По основной профессии Я всё-таки по-прежнему остаюсь доктором И, поверьте мне, оперирующим хирургом Я считаю, что это эпидемия в наше время С последствиями, которые нам приходится сталкиваться Вот, да, Светлана задавала вопрос А как она проявляется, скажем, у женщин и мужчин Действительно Если одна из причин Это постминопаузальный остеопороз Который проявляется снижением костной плотности Мы его видим, в общем-то, и по результатам Денситометрии И по итогам Это обследование какое-то специальное Плотности костной ткани, да И по итогам рентгенологического исследования костей Ну, в общем-то, и проявляется На такой повышенной хрупкостью костной ткани, конечно А если посмотреть на структуру пациентов Мы видим, что переломы шейки бедра чаще происходят у женщин Начинают они в возрасте, ну, скажем, даже от 45-50 лет То есть 45 лет – это такой критический возраст, что касается остеопороза Ну, я бы даже сказал, не критический, а начальный возраст Да, всё-таки, а уже где-то около 60 лет Мы видим, что это основная категория пациентов Которые происходят осложнения В частности, переломы шейки бедра А мы поговорим ещё о компрессионных переломах позвоночника Да, вот все эти проявления Действительно, вот я напомню вам, что мы обсуждали тогда с эндокринологом Почему там культура профилактика остеопороза там в странах Скажем так, наших соседей там зарубежных, она развита А у нас, в общем-то, ещё такая практика, ну, скажем так, широко не внедряется Здесь, естественно, я помню, у нас такая была Был такой непростой диалог Ну, так или иначе, я напомню нашим случаям, слушателям, что Как-то, может быть, лет 5-6 назад у нас Мы начали активно заниматься в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии Вот этой проблемой и сделали такие памятки для наших пациентов О том, что им необходимо знать об этой проблеме И, как минимум, после того, как они выйдут из стен клиники Проконсультироваться и понять, аж какой объём специализированной помощи Там квалифицированной они могут получить в этом направлении Естественно, это непростая задача Здесь необходимо с учётом там имеющихся препаратов И учитывать там ограничения в их применении В том числе проконсультироваться у онкологов Вот проконсультироваться, скажем, у врачей, общепрактик терапевтов И так далее Итак, это женщины чаще всего, да, возраст около 60 лет И когда они поступают к нам, естественно, здесь идёт вопрос Речь первая, как справиться с проблемой Ну, как правило А с какими признаками поступают? Вот когда перелом шейки бедра, мы рассказывали, всё понятно там, видно Вы знаете, вот что касается перелом шейки бедра Здесь как раз, если мы видим выраженный системный постепароз Речь идёт об эндопротезировании Причём наши зарубежные коллеги выполняют эндопротезирование Как с одной стороны, так и с другой стороны Сразу укрепляют для того, чтобы этого не произошло Это профилактика, да, это профилактика хирургическая И там принята эта практика? Ну, такая практика есть Она распространена по-разному Ну, в разных странах по-разному Но, как вы понимаете, в некоторых странах раньше была практика апендиктомии Для того, чтобы не было аппендицита Да, здесь тоже там сложно спорить Наверное, кем-то было принято такое решение Там классические подходы Но так или иначе, вот с остеопорозом было именно так Если говорить о том, как проявляется он ещё То вот вы задавали мне вопрос до начала передачи А вот когда... Все эти бабушки на улице, которые идут согнутые С большими выраженными кифозами, что это? Сильно согнутые, я просто пишу Сильно согнутые бабушки, которые голову поднять не могут Спина дугой И вот они такие идут несчастные Вы знаете, вот мы как раз сталкиваемся с такими ситуациями И часто к нам обращаются Когда переломы позвонков Происходят по принципу Ну, скажем так Незначительной физической нагрузки Вот Быстро, резко присесть Да, и тела позвонков вспоминаются и садятся Просто... Так возникают Так называемые патологические переломы Поэтому возникают на разных уровнях И так как тела позвонков находятся впереди А дугоотрощатые суставы сзади Вокруг дугоотрощатых суставов позвонков происходит такой разворот И так называемый кифоз Это одна из причин Другая причина Ну, расскажу вам как Это ортопедическая теория Это первая причина возникновения кифоза Вторая причина возникновения кифоза Это первоначальное возникновение артроза тазобедренного сустава И для того, чтобы пациенту шагнуть Когда болит тазобедренный сустав Нужно ногу отвести к сзади на 10 градусов И если страдает пациент Они так закидывают Если пациент страдает коксартрозом То никак другого способа Как отвести ногу назад на 10 градусов Кроме как наклониться вперед не существует Поэтому возникает такая поза Для того, чтобы можно было ходить и приспособиться Но здесь первая причина уже, как вы понимаете Артроз тазобедренного сустава Поэтому причин Ну, я вам назвал наиболее часто Конечно, бывает там и приобретенные Какие-то причины посттравматические Бывают врожденные аномалии развития Там кифозов бывает много Я вам назвал такие распространенные Но остеопороз тоже здесь Остеопороз одна из причин Как раз и так называемые Патологические переломы Тех позвонков Так вот, я вам расскажу одну историю Интересную, когда я разговариваю Ну, можно сказать, курьезную Знаете, наш ряд зарубежных коллег Они отличаются тем, что они Вот некоторые с удовольствием Рассказывают о тех осложнениях Которые там у них возникают И ты понимаешь, что там Вот как раз здесь нужно учиться Не на своих ошибках И я вам, ну вот Да простят меня слушатели Я вот расскажу такую историю Как я разговариваю Также я был на практическом обучении По хирургии деформации позвоночника И мы разговариваем с коллегой Он говорит, вы знаете, у нас был такой опыт Мы начали оперировать бабушек Возрастных пациентов с кифозами Очень прекрасно Приходит бабушка и говорит Мы сейчас вас прооперируем И вы будете ходить прямо Вертикально смотреть вперед А пациенты возрастные Одна из причин, по которых Они соглашаются оперироваться на позвоночнике Они хотят смотреть вперед А не в землю Это логично Мы оперируем Операция происходит удачно Я, говорит, прихожу к пациенту Ставлю на ноги бабушку В общем-то А это, конечно, очень сложная операция Там травматичная Это слаженная работа всей бригады Это, ну, скажем, высший пилотаж Да, провести операцию в 80, там, в 60 лет А самая возрастная пациентка Которую оперировали мы Это было 54 года Это непросто Таким образом Да, поэтому я понимаю Что такое операция в 80 лет Ну, так вот Ставим на ноги И пациентка падает Начинаем выяснять, в чем дело Она, в общем-то, заваливается И не может шагнуть Оказывается, кифоз возник потому Что нога не отводит сзади Ну, после этого, говорит Мы приглашаем наших, там, коллег Не вертебрологов А специалистов по протезированию Тазобедренного сустава И говорим Коллеги, нам надо решать вопрос И говорит Хорошо, не проблема Мы сейчас поменяем тазобедренные суставы Меняют тазобедренные суставы Снова пациентка встает на ноги И мы, говорит, смотрим И обнаруживаем, что, оказывается У нее еще есть контрактура коленных суставов Потому что поза предполагает Человек находится в балансе Это согнутая спина Согнутые забедренные суставы Согнутые коленные суставы Они говорят Не проблема Мы приглашаем еще третьего специалиста И говорят Вот мы тут потрудились с коллегой Нам надо разобраться Он говорит Не проблема Мы сейчас сделаем операцию на коленных суставах Меняем два коленных сустава После этого, конечно, все происходит Там наступает благополучие И пациентка выписывается Ну, как вы понимаете После этого случая Как мне сказал Дмитрий Мы сейчас сначала приглашаем Третьего и второго коллегу А после этого уже Делает свою работу Сложнейшая операция Делает после этого Работу уже вертебролог Потому что первопричина И пусковой механизм В артрозах тазобедренных И коленных суставов Вот ответ на ваш вопрос Если мы вернемся К группам риска Подверженным остеопорозу Мы уже сказали Что женщины в три раза больше Подвержены остеопорозу Чем мужчины И это связано с чем? Ну, женщины Я еще раз повторюсь Ну, наверное, это связано С физиологией С физиологией Да А как сказывается На приобретении этого заболевания Генетика Образ жизни Питание Ну, вопрос больше К эндокринологу Я, кажется, специалист Опять же Хирург-ротопед Но могу сказать Что есть так называемый Первичный Посменопаузальный Идиопатический Но идиопатический остеопороз Это когда Мы называем Идиопатическим Все, где не можем Найти первопричину Помним, вы говорили про это Да, поэтому вот Идиопатическое Какое-то там Заболевание Это значит Мы там находимся На стадии там Диагностики Выяснения причин И вот такая категория Чем больше идиопатического Тем меньше мы разобрались Вот так это Эндокринное заболевание Ревматическое заболевание Там заболевание почек Заболевание крови И так далее Суть состоит в том Что кальция не хватает В костях Почему они хрупкими становятся? Ну, плотность костной ткани уменьшается Да, в общем-то Снижается содержание кальция Здесь есть Разные подходы Скажем так К лечению Я могу сказать Что Можно либо влиять На первопричину И проводить Как мы тогда обсуждали Заместительную гормональную терапию Но специалисты Наверное могут Узкие Все-таки Каждый должен заниматься Своим делом Я же скажу так В целом Надо сказать Что еще раз напомнить Что в России Не очень развита Гормонозамещающая терапия Да, к сожалению К сожалению Это так Но остеопороз У нас принято еще лечить Препаратами кальция Это вот вопрос От моих коллег Это такая классика Давайте будем лечить Остеопороз Препаратами кальция И витамином Д3 Это правда Там Это правильно Но Скажем так Это общепринятый подход Но здесь я расскажу Другую веселую историю Когда я Тоже один Такой Вот у нас есть Прекрасные Там наши коллеги Профессора Которые уже Могут позволить себе Там Говорить Там некоторые вещи На врачебных конференциях Я был В Центральном институте Тормотологии Ортопедии Когда обсуждался вопрос Там Как обсуждался Какой-то пациент И Он Выполнен операцией Эндопротезирования И все говорили Ну вот Как так Надо проводить Профилактику Остеопороза Ну и один Значит Ортинатор Докладывает Да Действительно Мы проводили Профилактику Остеопороза Такими-то препаратами Кальция Их Огромное множество После этого Там встает Один из Уважаемых Профессоров И говорит Коллеги Давайте Будем говорить Правду Мы же проводили С вами исследование Первое Сдвиги Скажем И плотности Изменения плотности Костной ткани После приема Препаратов Кальция Происходят Не раньше Чем через год Незначительные Поэтому Ну Хотя Здесь Я Не буду Ни в коей мере Оспаривать И наши пациенты И слушатели Не должны Это воспринимать Так что Их принимать Не надо Если доктор Назначил Значит Есть Это назначение Обоснованно Взвешено Продуманно И в этой ситуации Правильно Вот Есть препараты Другие препараты Для лечения Остеопороза Вот И Скажем так Это так называемая Группа Биофосфоната Это препараты Которые стимулируют Препараты Остеобласты Есть у нас Остеобласты Которые Способствуют Там Росту Костной ткани Есть Остеокласты Клетки Которые разрушают Так вот Биофосфонаты Как раз Они не влияют На кальциевый обмен Напрямую Они способствуют Скажем так Росту Собственных клеток Укреплению Костной ткани Но я не буду Там называть Конкретные препараты Это большая группа Есть современные препараты Но исходя из нашей практики Они общедоступны Все-таки Они только С Предписания врача Они общедоступны Но все-таки Принимать их нужно С назначения врача И Вот Мы их Использовали В практике И могу сказать Что Ветерка Остеопороз Проявляется У женщины И может Проявляться и в период После беременности Да Скажем И Увеличивается Ломкость Ногтей Это тоже признак Крошатся зубы Ломкость Там Волос Такое шелушение Кожи В общем-то Могут Возникать Патологические Переломы Это тоже все Проявление Остеопороза И как раз В этой ситуации Зачастую Там Естественно Никакой там Заместительной Гормальной терапии Наверное Я так понимаю В этот момент Не надо вести речи Ну естественно Нужна там Консультация Эндокринолога И гинеколога Но здесь Мы вмешиваемся И проводим Там коррекцию И кальциевого обмена И влияем Вот этой группой Препаратов Которые я говорил В общем-то Имеем неплохой Такой клинический Результат Отмечают Отмечают Что снижается Ломкость И так далее Именно препараты Которые влияют На Остеобласты Вы согласны С тем Что как раз Препараты кальция Или препараты Которые Направлены На укрепление Костной ткани Они очень активно Рекламируются По телевидению И по радио Как Вы уже сказали Они в аптеке В свободном доступе И тут народ Кто во что Гораст И кто с каким Кожириком приходит Вы знаете Вот Скажем Не хочу сказать Что там Наверное Не так надо Сказать Не так начать Я могу Опять же Привести пример Из практики Вот Довелось мне Участвовать В конференции Это был Юбилей Института Имени Вредона Это Санкт-Петербург Одна из ведущих Клиник В области Ортопедии В России Это институт И как раз Один из наших Зарубежных коллег Ортопед Когда я увидел Тему его доклада Я был поражен Он провел Аналогию Между остеопорозом И инфарктом Миокарда И логика была Простая Вы поймете Почему Там было сказано Что остеопороз И его последствия Остеопороза Отнимают жизни У большого Количества Пациентов Потому что Они приводят Некупированную Остеопороз Приводят К переломам В том числе Шейки бедра А неприоперированные Пациенты В области Скажем так С переломами Шейки бедра И других Последствий Которые начинают Которые приковываются К кровати К кровати Летальность У неприоперированных Есть такие Открытые данные До 60% В первый год Возникает Эта цифра Возрастает Во второй год Поэтому Из чего Можно сделать вывод Что это является Пусковым механизмом По факту Это конечно Это В итоге Сердечно-сосудистая проблема Пусковой механизм В самом начале Это остеопороз Это последствия Осложнения Вот достаточно Я помню Тогда Замерзшую аудиторию Которые пришли Тоже были поражены Этим докладом Но в конечном итоге Можно было сделать вывод Что да Коллега Это наш прав Если посмотреть На реальный Пусковой механизм Который приводит Приковывает пациента В конечном итоге К кровати Да наверное Это запущенный Там Запущенный остеопороз В возрастной категории Наших пациентов Вот Еще вам один пример Вот я кстати говоря Естественно Залезла в интернет Покопаться И посмотреть И я уже тут До эфира вам сказала Что нашла у себя Массу просто Признаков Которые могут Стимулировать Вы прям как студент Кто-то читает учебник Он всегда находит Все болезни И говорит О боже мой Ну смотрите Например Там Среди факторов риска Есть Рост Вес Да То есть худые И высокие Более подвержены Этому заболеванию Если мы сейчас Уже не говорим Там о гормональном фоне А еще о каких-то там Факторах Да То оказывается Критический рост Для женщины Выше 172 сантиметров Это уже Да Это уже Все что выше Это более подвержено То есть вы нашли у себя Этот признак Нашла Хрупкое телосложение И прочее Вот это тоже Но интересная диета Потому что Когда мы с вами Заговорили о приеме О препаратах кальция Это был вопрос От моих коллег Как раз Перед эфиром Что действительно Стоит покупать Кальций Д3 Не комет Как рекомендуют И пить его И пить И без конца И профилактируя И прочее Или можно справиться Посредством диеты В частности Там бросить Курить Пить алкоголь Кофе И как-то так Правильно питаться Что это Восполнить Необходимые элементы Которые требуются Для того Чтобы кости были крепкие Вы знаете Наверное Универсального Рецепта точно не существует Вот Что касается Надо ли бросить курить Ну Точно надо Вот И не только по этому И не только да Но Питли витамин Д3 И препараты кальция Вы знаете У нас витамин Д3 Образуется в организме Под действием солнечных лучей Вот Всегда Всегда Я смотрел Смотрел И анализировал Вот Те там Решения Которые принимают Доктора И Назначают там Лечение нашим Там пациентам В основном Ну вот Что касается Там Кальций Д3 Не комет Ну и препаратов С витамином Д3 Все же Ну как я считаю Естественно Они И Имеют право Там скажем На Они эффективны И не В летний период Но все-таки В летний период Когда там Длительная инсоляция Наверное Нужно Нужно В большей степени Рекомендовать Находиться на солнце Если это возможно Да Принимать полноценную пищу Ну Здесь Стоит Наверное Задать вопрос Как вы относитесь К вегетарианцам Там Да Кстати Ну Наверное На какое-то время Там Если Замещать Там Продуктами питания Такими Как там Сыр Ну Молочные продукции И так далее Продукты Которые содержат Большое количество Там И белка И кальция В том числе Поэтому Исходя из того Что я вам рассказал При препарате кальция В целом Наверное Можно сделать вывод Что только Прием препарата Кальция Детреникомед Не решает Эту проблему Надо сказать Что еще Умеренная физическая Нагрузка Она тоже ведет К укреплению Костной ткани И Скажем Вот Есть Такой Ну Негласный Скажем так Совет Ортопедов Когда Мы говорим Там Родителям Либо взрослым Вот Конечность Которая Нагружается Она растет Если вы Нагружили ребенку Да Если вы Не будете Нагружать Она не будет Нормально развиваться И расти Поэтому Если там Есть какая-то Проблема Давайте Выведем ее Под нагрузку И если Есть остеопороз То точно Там Дозированная Физкультура Лечебная физкультура Там Занятия Каким Ну не спортом А Ну там Фитнесом Да С учетом Возрастных Таких-то Особенностей Ну Необходимы Вот я просто Хотела понять Что же такое Дозированная Физическая Нагрузка Для каждого Возраста Например Как она Должна Рассчитываться И кем Человек сам Может это Как-то Понять Про себя Или все-таки Давайте так В какое время Нужно Обеспокоиться И пойти К врачу Чтобы понять Есть у тебя Признаки Остеопороза Формирующиеся Или нет Чтобы не поздно Было Ну вот вы знаете Точно нужно Задумываться Об этом Если появляется Соответствующие Симптомы Там Ломкость Ногтей Крошатся Зубы Возникает Патологические Переломы Ну и так далее Если Вот Весь этот набор Там Да Даже без перелома Существует Наверное Нужно сходить Обследовать Как минимум Сделать Может быть Донситометрию Необходимые Анализы Рентген И Ну Скажем так Провести Вот этот Комплекс Мероприятий В том числе И лекарственной Терапии Для того Чтобы там Последствия Не наступило А кому Идти Вот с такими Признаками К терапии Хороший Хороший вопрос Помните Мы тогда спорили Сидели Кто тот Самый Специалист И кому Надо обратиться Но если Если касается Женщины Мы говорим Что это Постминопаузальное Остеопороз Это вполне Наверное Было бы Правильным Идти к Гинекологу Эндокринологу И решать Вопросы Заместительной Гормональной Терапии Если это Касается Там Скажем Возникновения Вот этой ситуации Там С ломкостью ногтей И Признаками Остеопороза Скажем так В молодом Возрасте Да В зрелом Возрасте То Наверняка Это должен быть Специалист Эндокринолог Ну естественно Сразу К эндокринологу Идти не надо Всегда Путь Начинается Там С Специалист Который Оказывает Первичную Медико-санитарную Помощь Это врач-терапевт Врач общей практики Потому что Если мы будем Ставить в себе Все сразу Диагнозы Идти к узким Специалистам Наверное Это будут Неправильно Будут ошибки И мы В общем-то Нагрузим Скажем так Вот Эту Категорию Специалистов Вот Я вот хотела Просто я нашла Данные ВОЗ Всемирной Организации Здравоохранения И хотела Вас спросить Вписываемся ли мы В те Параметры и рамки Которые по этому Заболеванию Уже ВОЗ Учла и посчитала Так вот По данным Этой организации Около 35% Травмированных Женщин И 20% Мужчин Имеют переломы Связанные с остеопорозом Не буду Говорить Какое огромное Количество граждан Европы, США И Японии Задействовано Но суть еще в том Что В Европе Летальность Связанная С остеопородическими Переломами Превышает Онкологическую А женщины После 45 лет Проводят больше Времени в больнице С остеопорозом Чем по поводу Сахарного диабета Инфаркта миокарда И рака молочной железы Мало того К 2050 Год Ожидается Рост Количества Остеопородических Переломок Шейки бедра Бедренной кости С 500 тысяч До миллиона случаев То есть в два раза Что это такое Разве у нас меняется Какой-то Если есть Гормонозаместительная Терапия Которая развивается То вроде как Должно снижаться Количество Заболеваний Здесь есть Несколько Объяснений Во-первых Растет В среднем Продолжительность Жизни Раз Наверное Это основание Второе Повышаются Возможности Диагностики Да Если раньше Мы ставили Возможность Остеопороз Возможно Нет Или не обращали Внимание Сейчас Это То Состояние Патологическое На которое Нужно обращать Внимание Как минимум Третья причина Она связана Наверное Такая Техническая С рубрификацией Диагноза Потому что Если поступает К нам В клинику Женщина С переломом Шейки бедра На первом месте Там Закрытый Закрытый Перелом Шейки бедра Со смещением И так далее И появляются Если есть признаки Диагностированности Остеопороз Там Остеопороз Там Системный Посменопаузальный Локальный Ну в соответствии С тем диагнозом Который был установлен И поэтому Мы Значимость Вот этого всего Не видим А как раз Вот то О чем вы говорили Здесь По всей видимости На первом месте Идет первая причина Остеопороз А после этого Уже все остальное Это опять же Вспоминаю о том Докладе нашего Зарубежного коллеги Который провел А это было Вы знаете По-моему 2008 год Может быть Там В седьмой Когда об этом Уже говорили Что Как раз Остеопороз Это ведущая Причина Там Да Которая приводит К летальности У пациентов Ведь Наши зарубежные коллеги Об этом думают Давно Естественно Мы тоже Об этом знаем Только Возить вопрос Наверное В рубрификации Кто На какое место То При формулировке диагноза На какое место Ставит Вот эту Первую причину И все-таки Когда мы видим Что и прогнозы Прогнозы Воз Такие Не очень Успокаивающие И действительно Население Живет Дольше Остеопороз Мне кажется О нем просто Гораздо меньше Говорят Чем о других Заболеваниях Вот даже Если проследить Историю нашей Программы Совсем молодой Полугодичной То Полугодовалой То Когда мы с вами Рассказываем Про инфаркты Миокарда Про сосудистые Заболевания Мы говорим Что вот Они могут уже Вторичные быть Как вы понимаете В этой истории Они уже могут быть Следствием того Я про другое Когда мы говорим Там про Вот недавно У нас была программа Про раннего диагностика Рак груди Об этом много Говорят Устраивает недели Месячники Того и сего Но что-то я не слышала Никогда про недели И месячники По остеопорозу Хотя Как выясняется Да Это Передовое Со знаком Минус Заболевание Потому что Его невозможно Профилактировать Здесь проблема в том Что По моему мнению Многие специалисты Недооценивают Того К чему приводит Да Развитие этого заболевания А если говорить Про онкологическую Патологию Про сердечные Заболевания То они являются Причиной А пропусковой Механизм Мы Там Забываем Я думаю Я думаю Что Все-таки В перспективе Вот И мы об этом И говорили И должна развиваться Не только Эндокринология Которая Будет Уделять внимание Как раз И нормальному Гормональному фону И заместительной Гормонной терапии Ну вообще Скажем так У женщин Потому что Это основная причина Ну наверное Нужно Говорить И О том Что Вообще Должна Скажем так Наука Как гериатрия Развиваться Там Кстати Как вот Не так давно Я могу сказать Что Уж я теперь Там Немножко там Расскажу Не как Там Доктора Как и В том числе Тот Кто курирует Сферу здравоохранения Не так давно Да В Кировской области Не так давно У нас Министерство здравоохранения Российской Федерации Проводило В одном из регионов Как раз С участием Вероники Игоревны Скворцовой По-моему Двухдневную конференцию Которая как раз Была посвящена Проблемам гериатрии И развитие В целом Гериатрической службы И я точно Могу вам сказать Что Проблема Остеопороза Там Поднималась Да Потому что Ну Говорить об этом Наверное сложно И сейчас У нас Как у нас Принято говорить И на федеральном уровне Ну Такое Понимание Там Появляется Что есть такая Специальность Как гериатрия Да Которая может быть В комплексе В том числе Должна рассматривать Там Весь комплекс Заболеваний Не только там Причину Мы сейчас Когда об этом С вами говорим Я Почему-то У меня две картинки Сразу рисуются Это Вот Мы здесь Да В России И китайцы Особенно на острове Хайдань Почему китайцы Сейчас скажу Почему Значит Вот я представляю себе У нас Людей пожилых Людей зрелых И пожилых Пускай после 45 И дальше 50 60 70 Я представляю Там Вот основную массу Которая Смотрит телевизор Да я куплю себе Там Кальций Д3 Например Неважно какой Хоть как-нибудь Себя сберегу От возможного Перелома Того и сего Как-то Костя надо Укрепить Солнца нет Рыбы нет Ничего нет Настроение плохое Экология Тоже не ахти А и это обычно Происходит Либо сидя на диване Зимой Либо Трудясь на грядках Летом Да Вот в согнутом Состоянии А какие тут Могут Идти Какая может Ити речь О том Что эти Дамы И господа Идут Ежедневно Или раз Три раза В неделю На какие-нибудь Дыхательные Упражнения На йогу Цигуны Или еще Куда-нибудь Что помогало бы Наверное Укреплять Костную ткань В том числе Раз вы говорите Что необходима Какая-то такая Нагрузка Физическая Посильная И сразу Представляете Картинки С Хайнаня Которыми Телеканал Пятница Особенно Отличается Где все занимаются Где прекрасные Бодрые Ну кстати Что там уж Хайнань Это вещи Распространены Сейчас по всем мире В Канаде Я помню прекрасно Как на лужайках На улице Прямо пожилые люди Собираются Занимаются Физкультурой Вот вы знаете В защиту Наших пожилых Там Людей Я люблю всех Мне просто кажется Что мало Мало для них делается В этом смысле Вот Да Действительно Вот таких Как вы так говорите Картина Которые у нас стоят Почему вы сравнили С Китаем Там мы помним Этот визуальный ряд Когда там Китайцы занимаются По утрам Да В каком-то парке Но надо сказать Что я регулярно Постараюсь там Заниматься спортом Неважно там Во сколько Там поздно вечером Я вижу Что в наших там Залах Фитнес-центрах Все больше появляется Ну если не возрастных То пациентов Говорю Занимающихся Спортом Фитнесом Ну более возрастных Это прекрасно Но это мало доступно Дмитрий Александрович Это мало доступно Но сейчас Я думаю Что в принципе Те кто хочет Этим заниматься У нас есть И там Центры Где это можно делать Мне кажется Я сейчас к другому Я сейчас к другому У нас Мне кажется Мало Пропаганды Вот такого Образа жизни И мало Вот картинки Которые рисовали бы Пожилому человеку О том Какой образ жизни Нужно найти Все вот То о чем мы говорим Как раз Это может Как раз Почему наши Зарубежные коллеги Задумываются О том Что бы Ну вот в Китае Да там Организованно Заниматься там На открытом воздухе С возрастными пациентами Там дыхательная гимнастика Какая-то физическая нагрузка Потому что Средняя продолжительная жизнь Она растет Население Вот этого возраста Становится больше Так как Подобная тенденция Происходит и у нас И растет Средняя продолжительная жизнь Я вам только что говорил О том Что сейчас Наше министерство Здравоохранения Российской Федерации Мы задумываемся О том Чтобы как раз Заниматься Такой Развивать специальность Как гериатрия Я вполне предполагаю Что вот Весь этот комплекс Скажем так Мероприятий Занятия там Лечебной физкультурой Там ЛФК Дыхательной гимнастикой Дозированной Осевой нагрузкой Которая ведет К увеличению кровоснабжения Там Там Суставов Костей Тем самым Идет профилактика Там развития остеопороза Она В общем-то Тоже в ближайшее время Будет у нас внедряться Потому что Дмитрий Александрович ГТО это хорошо Конечно Ну Но хотелось бы Еще чтобы Спорт И правильный Там Правильный режим дня И отношение к себе В смысле физических нагрузок Так же пропагандировались Активно Как ГТО ГТО это тоже один из шагов У нас есть разные ГТО это результат А вы сдали ГТО И не буду Почему Потому что я люблю процесс А не результат В этом смысле Спасибо Но На самом деле Очень важная проблема Хотелось бы Хотелось бы Отследить Как действительно Министерство здравоохранения Будет разрабатывать Гериатрические Программы В нашей стране Я тоже считаю Что это очень важно И у нас был с вами Как-то эфир Я думаю Может мы продолжим Еще Посмотрим Как развивается Наш центр Гериатрии Благодарю вас Это была программа Слушайте доктора В студии были Дмитрий Курдюмов И Светлана Занькова До свидания Всего доброго Слушайте доктора Дмитрий Курдюмов